Ритти Крошин родился 10 января 1974 года. Индийский актер, работающий в фильмах на Хенди. Он изображал много своих персонажей и известен своими танцевальными способностями. Один из самых высокооплачиваемых актеров Индии. Он получил много сын наград, в том числе 6 премий в фильм Fair Evers, 4 из которых были за лучшим в скорой роли. Начиная с 2012 года, он несколько раз появлялся в рейтинге Forbes. Ритти Крошин родился в Бомбее. Он из кинематографической семьи пинджабского и бенгальского происхождения, подцовской линии. Его отец и рейсер Ракеш Рошин. Бабушка Риттика подцовской линии Ира Рошин была бенгалкой. Его мать Пинки, дочь продюсера и рейсера Джеом Пракаша. Его дядя Раджаш композитор. У Ритти Крошина есть старшая сестра Сунаина. Он получил образование в бомбейской шотландской школе. Ритти Крошин в детстве чувствовал себя изолированным. Он родился с дополнительным большим пальцем, срошимся с большим пальцем правой руки. Из-за чего некоторые из его сверстников избегали его. Он заикался в шестилетнем возрасте. Это вызвало у него проблем в школе. И он стимулировал травму, полезен, чтобы избежать устных тестов. Ему помог ежедневный логопед. Дедушка Рошина Пракаш впервые привел на экран в возрасте 6 лет в фильме «Певица Аша» 1980 года. Он танцевал песни, исполненные джетенеры, за которые Пракаш заплатил ему 100 рупий. Единственная говорящая роль актера в этот период появилась, когда ему было 12 лет. Он был замечен в роли Говинды, приемного сына главного героя, в фильме «Божественный папа» в 1986 году. Ретик решил, что хочет быть актером на постоянном основе. Но его отец настоял на том, чтобы он сосредоточился на учебе. В возрасте 20 лет у него диагностировали сколиоз, за которым он не мог танцевать или выполнять трюки. Примерно через год после постановки диагноза он рискнул, побежав по пляжу, когда попал под ливень. Более не был и став более уверенным, он смог увеличить темп без каких-либо побочных эффектов. Ретик считает этот день поворотным моментом в своей жизни. Первоначально Ретик Рошин должен был дебютировать на экране в роли ведущего актера вместе с Прити Зинтой в отмененном фильме Шека Ракапура «Все будет хорошо». Вместе этого он снялся в романтической драме «Своего отца, скажи, что любишь» 2000 года вместе с другой дебютанкой Амиши Потель. Также изначально первым вариантом Ракеша Рошина на главной роли фильма «Скажи, что любишь» был Шакрухан. Но тогда он не смог придумать приличную концовку. Чуть позже Ретик сказал своему отцу, что он снимал Шакруха в достаточном количестве фильмов и должен выбрать кого-нибудь нового. Затем он отдал роль своему сыну. Также изначально предполагал, что именно Карина Капур будет дебютировать в романтической драме Ракеша Рошина в паре с Ретиком Рошиной. Но вскоре ее заменила Амиша Потель. Основная проблема между Рошинами и Капурами заключалась в необоснованных требованиях, которые предъявляла Бобита. Которая потребовала, чтобы Карина Капур получала больше рекламы и пиара, чем Ретик. И, конечно, Ракеш Рошин не согласился и был возмущен этим, учитывая, что Карина Капур всего-навсего была на тот момент дебютанткой. Также Карина Капур отказалась участвовать в танцевальном номере для песни. Ракеш предложил обсудить танцевальный номер. И, к его удивлению, Карина наотрез отказалась танцевать, заявив «Мы с мамой предупреждали, что не хотим снимать танец». Далее Ракеш решил поговорить с матерью Кариной Бобитой, которая, по его мнению, должна была убедить свою дочь подчиняться его указаниям. Но он не мог поверить в то, что произошло дальше. Бобита была еще более непреклонна и сказала, что она ни за что не будет танцевать. И у Ракеша лопнуло терпение. В конечном итоге Карина Капур была уволена. После этого Карина дала шокирующее интервью ведущему издательству, что фильм создавался только для Ретика. Ретик сыграл двойную роль. Рохета, начиная шоперца, жестоко убитого после того, как стал свидетелем убийств. Чтобы подготовиться, он тренировался с актером Салману Кхану, чтобы набрать физический вес. Работал над улучшением своей дикции и брал уроки актерского мастерства, пения, танцев, фехтования и выхава езды. Фильм собрал в мировом прокате 10 миллионов долларов. «Скажи, что любишь» стал одним из самых кассовых индийских фильмов 2000 года. «Скажи, что любишь» был занесен в Книгу рекордов Гиннесса 2002 года, как художественный фильм с наибольшим количеством наград. В общей сложности 92 награды. Его игра была встречена критиками. Многие критики посчитали Ретик Рошина самым наобещающим среди звездных сыновей. За эту роль Ретик Рошин получил награды за лучший мускул дебют и лучшую мускул роль на ежегодных премиях Filmfare Awards. Его дебют был назван в СМИ как «Ретик Мания». Кстати, когда Ретик Рошин вошел в кинотеатр, чтобы присутствовать на премьере своего первого фильма «Скажи, что любишь», когда он вошел, некоторые люди узнали его. Но ничего особенно не произошло. Когда фильм закончился, началась давка и массовая истерия. Его окружила толпа. Полиция пришла прийти и вывести его из кинотеатра подальше от многочисленной толпы. Это был первый день Ретик Мани в Индии, который держал страну в своих тисках в течение многих месяцев. Если в течение 5-6 лет в Индии лидировал Шакрубхан, то в этом году у него появился серьезный конкурент в лице Ретик Рошина. После чего у актера посыпались предложения от многих известных режиссеров. В 2000 году Ретик Рошин подписал контракт на фильм, который должен был снять режиссер Аббас Мустан. Фильм был отложен по неизвестным причинам. В том же году, в своем втором выпуске, в криминальном драме Халида Мухаммеда «Поисках брата», Ретик Рошин сыграл Амана, невинного мальчика-мусульманина, который становится террористом после беспорядков в Бомбее 1992-1993 годов. Ретик появился в фильме, чтобы расширить свой актерский кругозор. В главной реалях сыграли Кариш Макапур и Джая Батчан. Фильм «Поисках брата» был умеренно успешным в прокате. И игра Ретик Рошина принесла ему вторую номинацию за лучшую мускулу роль на церемонии фильмфэр. Далее Ретик Рошин мог сыграть в фильме «Любящая сердца». Первоначально Фаркан Актар хотел, чтобы Ретик Рошин сыграл роль Сидсхарда в фильме «Любящая сердца». После того, как увидел его игру в фильме «Скажи, что любишь». Но когда Ретик Рошин отказался из-за проблем с датами, актер Акшак Хана заменил его. Затем Ретик появился в боевике «Витху Венода Чопоры. Миссия Кашмир». 2000 года. Миссия Санчая Датам, Тритти Зинты и Джеки Шрофа. Действие фильма происходит в долине Кашмир, во время индо-пакистанских конфликтов. Фильм затрагивал тему терроризма и преступности, и фильм имел финансовый успех. По мнению критиков, Ретик Рошин украшает экран своим притягательным присутствием. 20 декабря 2000 года Ретик женился на Сюзане Хан на частной церемонии в Бангалории. Несмотря на их религиозные различия. Ретик индуист, а Сюзана мусульманка. Ретик говорит, что одинаково ценил его убеждения. У пары двое сыновей, Рихан и Ридан. Однако они расстались в декабре 2013 году. В 2001 году Ретик снялся в двух фильмах. Первый из которых было «Приятные вспоминания» религия Супкаши Хая. Романтическая драма, в которой он соединился с Кариной Копур и воссоединился с Джеки Шрофом. Фильм «Приятные вспоминания» собрал в прокате 4 миллионов долларов. Несмотря на то, что фильм «Приятные вспоминания» был в долгожданном, критики осудили его. Но фильму удалось стать прибыльным из-за дополнительных доходов, включая от продаж прав на музыку. Затем Ретик Рошин сыграл второстепенную роль в ансамблевом мелодраме «Карана Джохара» и «В печали и в радости». Вместе с Амитапом Батчаном, Джая Батчан, Шакруханом, Каджо и Кариной Копур. Он был выбран на роль Рохана Райчанда, младшего сына персонажа Батчану, который замышляет воссоединить его со своим приемным сыном, которого играет Шакрухан. После того, как Каран Джохар посмотрел черновой вариант фильма «Скажи, что любишь». Фильм «И печали и в радости» стал самым кассовым фильмом года в Индии и одним из самых успешных фильмов Болливуда на зарубежном рынке, заработав в прокате 17 миллионов долларов по всему миру. Один из кинокритиков описал Ретик Рошина как неожиданного похитителя цен, похвалив его за то, что он выстоял против известных актеров. Ретик был номинирован на премию Film Fair за лучшую мужскую роль второго плана. В 2002 году фильм «В экранах хата» «Ты мне очень нравишься» воссоединил его с Самишей Паттель. Но фильм потерпел неудачу в прокате, как и его другой фильм рейсера от Джонаса Блока «Ни ты не знаешь, не я», в котором снились Миссис Айф Олегханом и Эши Дуо. Последняя роль Ретика в этом году была работа в компании «Яш Рач Филимс» на шумевшем фильме «Будешь со мной дружить». В главных ролях сыграли Раниму Кеджи и Карина Капой. Романтическая драма активно рекламировалась перед выпуском и принесла деньги на международном уровне, но не в Индии. В другом коммерческом провале в Сураджа Барджайте «Я схожу с ума от любви» Ретик был выбран вместе с Кариной Капур четвертый раз и опиша Камбачану. Пресса назвала Ретика «Пони с одним трюком» и предположила, что провал этих фильмов положит конец его кайере. Но кайера Ретика начала возрождаться с главной роли в фильме «Ты не одинок» 2003 года. Фильм снят и продюсирован его отцом, сосредоточен на его персонажей Рохи Томихре, молодом человеке с ограниченными возможностями развития, который вступает в контакт с неземным существом, роль, которая потребовала от него потери почти 8 килограммов. Ретик с любовью вспоминает о том, как снялся в фильме. «Я мог прожить свое детство снова. Я мог есть столько шоколада, сколько хотел. Я стал ребенком, и все так заботились обо мне», – сказал Ретик. Фильм «Ты не одинок» был одним из самых популярных болливудских фильмов года, заработав в прокате 10 миллионов долларов по всему миру. А Ретик получил обе премии в фильме «Фильм Флэр Эвакс» за лучшую мускул роль и лучшую мускул роль в категории критики. В следующем году Ретик сотрудничал с Амит Ахумбачаном и притязинтой в фильме «Фархана Актара. Цель жизни» 2004 года. Ретик счел это один из самых сложных фильмов в своей кайере в то время и сказал, что это заставило его уважать солдат. Хотя торговые журналисты ожидали, что фильм преуспеет в коммерческом плане. Но он не смог привлечь широкую аудиторию. За этот фильм Ретик Рошин был номинирован на лучшую мускул роль на церемонии фильмфэр. Ретика больше не видели на экране до 2006 года, с тремя новыми релизами, включая эпизодическую роль. В конце года в романе «Я вижу тебя». Он снялся вместе с Насуридино Шахом и Приянкой Чопры в супергеройской постановке своего отца Криш в продолжении производства его семьи фильма «Ты не одинок». Он сыграл двойную роль титульного супергероя и своего персонажа из оригинального фильма. Перед съемками Ретик Рошин отправился в Китай, чтобы потренироваться с Тонем Чингом по работе с кабелем, который потребуется, чтобы заставить его персонажа летать. Среди нескольких травм, которые он получил во время съемок, Ретик порвал подколенные сухожилия правой ноги и сломал большой палец на ноге. Фильм «Криш» стал третьим самым кассовым фильмом Болливуда 2006 года с мировым доходом 16 миллионов долларов за свою роль загадочного мастер-вора в фильме «Байкеры 2» 2006 года с сиквелем «Боевика», в котором снимались Айшвай Арай, Випаша Басу и Апки Шакбачан. Ретик Рошин получил свою третью премию фильм «Фэр» за лучшую мускул роль. Ретик был взволнован, чтобы впервые сыграть антигероя, которому не хватает героических качеств. По просьбе продюсера фильма «Одитии Чопры» Ретик покладил на 5,5 килограммов для этой роли. Он также научился кататься на скейтбокде, сноубокде, роликах и серфинге. Фильм «Байкеры 2» заработал в прокате 19 миллионов долларов. «Байкеры 2» стал самым кастом индийским фильмом того времени, и эта награда удерживалась в течение двух лет. В 2008 году Ретик снялся в фильме о шестерах Гаварикара «Джотха и Акбар». Режиссер Гаварикар считал, что Ретик Рошин обладает царственной осанкой и телосложением, необходимым для роли короля. Для этой роли Ретик Рошин научился фехтованию и верховой езды, а также брал уроки в Урду. Фильм «Джотха и Акбар» заработал в прокате 15 миллионов долларов по всему миру. Игра Ретика принесла ему четвертую награду в фильм «Фильмфэль» за лучшую муску роль. После небольшой роли в фильме «Зои Ахтар. Шанс на удачу» 2009 года, Ретик снялся в романтическом триллере «Воздушные змеи». Затем Ретик Рошин сотрудничал с режиссером Санжа Лио Пхан Сали в драме «Мольба» 2010 года. У Ретика были сомнения по поводу роли, но он согласился на проект после прочтения сюжета фильма. Чтобы лучше понять свою роль, он общался с пациентами с проголичием нижних конечностей. Фильм провалился в прокате, хотя игра Рошина была положительно воспринята. Ретик получил премию «The Science» за лучшую мускулу роль и номинацию на премию «Фильмфэр». В 2010 году Ретику Рошин предложили роль в гардивудском фильме «Принспекс. Писки времени». Но актер отказался. В 2011 году Ретик появился в ансамблевом комедии в драме «Зоя Ахтар» «Жизнь не может быть скучной» вместе с Абхаем Деоом и Фарханом Ахтаром в роли трех друзей. Фильм «Жизнь не может быть скучной» получил положительные отзывы, а игра Ретика Рошина получила высокую оценку. Кинокритик Раджип Массан написал, Ретик Рошин еще раз придает настоящую глубину своему персонажу с помощью захватывающей игры. Единственное появление Ретика на экране в 2012 году было в фильме «Корана Мальхоттера. Огненный путь» в пересказе одноименного фильма 1990 года вместе с Решикапуром, Санджаем Датом и Приянкой Чопры. Изначально Ретик скептически относился к роли, который ранее играл о метах Батчам и долго думал, прежде чем согласиться. Он не смотрел оригинальный фильм для вдохновения, так как обнаружил, что его роль совершенно другая. В одном из нескольких несчастных случаев, произошедших во время съемок, Ретик получил болезненную травму в спине. Он считал фильм «Огненный путь» самым сложным проектом, над которым когда-либо работал в своей жизни, из-за истощения, которое он чувствовал во время съемок. Фильм побил рекорд в Болливуде под доходом в день открытия и собрал им по всему меру 24 миллионов долларов. Один из кинокритиков считает, что Ретик Рошин вдыхает огонь и душу в фильме «Огненный путь». За эту роль актер получил третью подряд премию «Стагдас» за лучшую мускул роль в драме. Ретик Рошин появился в третьей части серии фильмов «Криш 3» 2013 года, в которой также снимались Приенга Чопра, Вивика Берой и Конгана Ронал. Во время съемок Ретик Рошин получил травму, когда упал, что привело к боли в спине. Критики сочли фильм интересным, но лишенным оригинальности, хотя игра Ретика Рошин получила высокую оценку. «Криш 3» собрал рекордную сумму для Болливуда, 50 миллионов долларов США по всему миру, став одним из самых кассов в индийских фильмах всех времен. Ретик получил четвертый и пятый подряд номинацию «Фимфэр» за свое выступление в фильме «Криш 3». Ретик сыграл комедию-боевике 2014 года «Пиф Паф», один из самых дорогих фильмов Болливуда. Во время съемок в Таиланде Ретик Рошин получил травму головы в результате каскадерского несчастного случая и перенес операцию на головном мозге в больнице «Хиндуджа». Фильм заработал в прокате 43 миллионов долларов, что сделал его одним из самых кассов в индийских фильмах. За роль Махенджи Даро в фильме «Ашитоши Гаварикара» 2016 года Ретику заплатили 6,5 миллионов долларов, что является рекордным вознаграждением для индийского актера. Несмотря на то, что это долгожданный релиз, фильм потерпел неудачу с коммерческой точки зрения. В 2016 году Ретик подал иск против своей коллеги по фильму «Криш 3» «Кангана Роналд», обвинив ее в киберпреследование и домогательство. Отрицая обвинение, Кангана Роналд выдвинула встречное обвинение против Ретика Рошина, утверждая, что его иск был попыткой скрыть их дело. Позже, в том же году, полиция Мумбай закрыла дело из-за отсутствия улик. Далее Ретик Рошин снялся вместе с актрисой Ями Гаутама в романтическом триллере «Санжая Гопты», способной 2017 года. Рецензий на фильм был в целом положительным, с особой похвалой за игру Ретика Рошина. Фильм собрал 25 миллионов долларов по всему миру и стал успешным в прокате. После двухлетнего отсутствия на экране Ретик снялся в двух фильмах в 2019 году. Сначала в биографическом фильме режиссера Вика Сабала «Супер 30». Фильм получил смешанные отзывы, но имел коммерческий успех в прокате, собрав 25 миллионов долларов. Ретик добился своего самого большого коммерческого успеха в самом космом болливудском фильме 2019 года «Боевике война». Фильм заработал 60 миллионов долларов по всему миру. Следующий релиз Ретик Рошина состоялся три года спустя в фильме «Викрам Ветх» 2022 года, который не смог окупить свой бюджет. Реклама «Реклама» 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 Продолжение следует...